В Мурманске появились общедоступные центры развития массового и детского спорта. Вход на них бесплатный. Это многофункциональные площадки возле школ города. Такие, например, как на улице Олега Кашевого. Это называется Евростеп-тренажер. Он существует для ног, для развития мышц. Бедра, да? Голень, бедро. Все ноги разминаются. Уличные уроки физкультуры в 17-й школе теперь проходят энергичнее. Школьники с удовольствием занимаются на тренажерах, которые появились благодаря городской программе по модернизации стадионов учебных заведений. Они уникальны тем, что их конструкция установлена таким способом, что нагрузка дозируется весом собственного тела. То есть, сколько ты весишь, такая у тебя будет нагрузка, ни больше, ни меньше. И этим они очень хороши. Могут заниматься как дети, так и взрослые, собственно говоря, любые. Главное – правильно дозировать нагрузку, то есть не перенапрягаться и выходить, соответственно, в правильную погоду и правильно одеваться. Такие универсальные уличные тренажеры на спортплощадках открыты для посещения жителям микрорайона. Причем за их обслуживание и содержание отвечают городские власти. Работа по возрождению школьных стадионов была начата два года назад. А в 2013-м масштабные работы охватили более 20 учебных заведений Мурманска. В прошлом учебном году школе, опять же, благодаря городским властям, был подарен стадион, хоккейный корт, который мы торжественно открыли, на котором в прошлом году катались и дети, и родители. Приходили, корт заливался. Этим летом будет сделано искусственное покрытие этого корта, и можно будет проводить полноценные уроки физической культуры на открытом воздухе, на искусственном покрытии. А зимой мы также будем заливать и кататься с удовольствием. А возле 42-й школы рабочие уже практически заканчивают строительство баскетбольной площадки. Она будет покрыта материалом из резиновой крошки. Такой ковер выдерживает значительные нагрузки и удары, и обладает эластичными свойствами. Это очень здорово, потому что продемонстрировала администрация свое умение оперативно решать все вопросы и разумно сотрудничать с правительством Мурманской области. Поэтому вот такие результаты. Все-таки эти площадки не такие дешевые, более миллиона рублей, но эти деньги где-то нужно было найти, освоить и сделать. Я думаю, что через два дня ученики моей школы получат вот такой современный, очень удобный, рядом с домом, в своем микрорайоне, хорошую спортивную площадку. В планах установить многофункциональные площадки возле каждого учебного заведения Мурманска. По замыслу они должны стать настоящими центрами развития массового спорта.